В предыдущем разделе мы уже говорили о том, что полезность зависит не только от абсолютного значения объема потребления или уровня благосостояния, но от его сравнения с неким ориентиром, который называется в поведенческой экономике точкой отчета, что является калькой с английского термина reference point. Чаще всего точкой отчета является то, что у человека имеется в настоящее время. Мы уже приводили в сюжете про ловушку статус-кво пример Дэниела Канемана с процедой с кружек в зависимости от того, имеются ли они уже у участников эксперимента или им только их предлагают. Неприятие потерь приводит к тому, что владельцы кружек оценивают их почти втрое выше. Аналогично, при поиске новой работы или нового жилья мы часто оцениваем их не по каким-то объективным критериям, а просто сравнивая с текущими вариантами. Приведем еще один занятный кейс, связанный с демонстрацией того, как можно посредством точки отчета манипулировать поведением потребителя, ищущего внутреннее обоснование выбора. Пусть туристическая компания предлагает туры в Париж и Лондон одинаковой стоимости, но различной длительности. Скажем, первый тур предполагает нахождение 7 дней в Париже и 4 дня в Лондоне, а второй 4 дней в Париже и 7 дней в Лондоне. Третий же тур предполагает 6 дней в Париже и 3 дня в Лондоне. Первое, что большинство участников эксперимента видят невооруженным взглядом, что третий тур по всем параметрам хуже первого. Число дней в каждом из городов меньше, а в остальном условия совпадают. Поэтому его не выбирает практически никто. А вот второй результат весьма удивительный. Около двух третей опрошенных предпочитали вариант 7-4, варианту 4-7. При этом для контроля названия Париж и Лондон в половине опросов менялись местами. А значит, дело было не в том, что Париж привлекательнее, а в том, что третий, отвергнутый большинством вариант, намекал на следующее. Поскольку тур 6-3 был предложен, он в некоторой степени сопоставился с туром 4-7. А значит, тур 7-4 заведомо лучше. Вторым по распространенности вариантом точки отчета является прошлый опыт. Не случайно не рекомендуется возвращаться в места, где были получены наиболее яркие положительные эмоции. Вы невольно будете сравнивать новые впечатления со старыми, ожидать повторения пройденного. А в итоге из-за этого счастье может оказаться гораздо меньше, чем должно было быть объективно. Часто также люди ориентируются при покупках на прошлые значения цен. Например, после завершения грандиозной распродажи и возвращения цен на стандартный уровень, фирма рискует потерять значительную долю клиентов превыше к хорошему. И напротив, после периода высоких цен даже их небольшое снижение может сильно увеличить спрос. Кстати, ровно поэтому рекомендуется повышать цены одномоментно и сильно, а дальше осуществлять долгое и плавное снижение, привлекающее потенциальных покупателей. Кстати, при слияниях и поглощениях компаний в качестве ориентира для цены их покупки также часто выступает максимальное значение капитализации за предыдущий год. Не всегда ориентация на прошлое приводит к хорошим результатам. Приведу такой пример. Человек на пике цен на недвижимость умудрился купить новую квартиру за 4 миллиона рублей. Однако спустя несколько месяцев на дорогостоящую операцию ему потребовалась крупная сумма денег. И единственным возможным решением оказалась продажа этой квартиры. Проблему усугубилась экономическим кризисом и обалом цен на жилье. Тем не менее, и в этих сложных условиях риэлтор, к которому обратился по поводу продажи, нашел прекрасный вариант быстрой сделки по цене 3,5 миллиона. Но владелец медлил. Это же означало гарантированную потерю 500 тысяч. Он попросил поискать еще покупателей и упустил этот вариант. В итоге, спустя 2 месяца квартира ушла по цене ниже 3. А причина проста. Ориентир на неадекватные в сложившихся условиях сумму и неприятие потерь. Третьим вариантом точки отчета служат наши ожидания относительно будущего. Мы часто сравниваем полученные в реальности результаты не с объективными показателями, а с тем, что нам наобещала красивая реклама или убедительные политики. С тем, что мы напридумывали сами или напрогнозировали, экстраполируя прошлые тенденции на будущее. И кто в итоге оказывается оптимистом? Тот, кто верит в безоплощное будущее, а реальность оказывается немного хуже. Или тот, кто ждет апокалипсиса, а жизнь не радует его более светлыми тонами? Большой вопрос. Последним из широко распространенных вариантов точки отчета является ориентация на окружение. В 90-е годы многие выехавшие в Европу, но не нашедшие там хорошей работы, получали вполне достойное пособие безработицы, часто в несколько раз превышавшую зарплату учителя или медика в России. Однако, несмотря на рост материального уровня жизни, возможность не экономить на еде или купить автомобиль была сопряжена с неприятным ощущением того, что ты являешься человеком второго сорта. И по материальному уровню жизни в сравнении с соседями, и что еще важнее по положению в обществе, ты находишься гораздо ниже. Второй кейс связан с результатами в ЦИОМовских опросов, в которых обычно помимо ответов на основной опросник собирается демографическая статистика, и респондентов просят указать субъективный уровень доходов – низкий, ниже среднего, средний, выше среднего или высокий. По общероссийским данным, к богатым себя относят около 3-4% населения. Но что удивительно, в Москве таких не встречается почти совсем. Люди с доходом в 300-500 тысяч в месяц скромно указывают доход выше среднего. Они-то знают, что доживущих на рублевке миллиардеров им еще очень далеко. С другой стороны, имеющий стабильную зарплату в 50 тысяч, житель депрессивного моногорода, где работы практически нет, и большинство живет на пенсии родителей или пособия безработицы, вполне честно может называть себя богат. Ну а последний в данном сюжете пример будет связан с результатами исследования субъективной оценки удовлетворенности условиями работы профессоров университета в Калифорнии. Представим себе профессора хорошего университета, получившего постоянный контракт с уровнем зарплаты в 80 тысяч долларов в год. Этот уровень существенно превосходит среднеамериканский, и профессор этому очень рад. Он очень рад, что получил такое выгодное предложение. Но только до поры, пока не создается сайт, агрегирующий усредненные данные по доходам в различных университетах. Поскольку профессор неожиданно узнает, что средний контракт в его вузе составляет 85 тысяч, а значит он оказался недооценен руководством. Вроде и сумма контракта осталась прежней, и рейнс с средним уровнем невелика, но удовлетворенность падает очень сильно. Такова зависимость от точки отчета. Продолжение следует...